Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоролика следующая. Истерия. Что это за болезнь? Вообще, это та болезнь, которую человек сам себе нажил. Чем? Это психическое заболевание. Слово психика – это развитие. Человек остановился в развитии вследствие чего? Что? Его постигает истерия. Потому, уважаемый зритель, чтобы вас не постигала истерия, развивайтесь в этой жизни. Что-то делайте, занимайтесь, будьте развитым человеком. Потому, что недоразвитость даст многим людям, как мужскому полу, так и женскому, истерию. Хотя, в древности истерия только относилась к женскому полу. Но сегодня можно отнести это и к мужчинам. Итак, чем сопровождается истерия? Припадками, раздражительностью, судорожным состоянием. У человека может быть часто смех и слезы. Ну, мы уже сказали, это психические расстройства. И это поведение человека, которое вызывает недоумение у многих людей. Можно в конце нашей лекции сказать, что истерия обычно сопровождает тех людей, которые не любят эту болезнь, а цепляются за вот эти вот припадки, за вот эти вот смех, слезы. То есть, не гонит человек от себя это состояние, а наоборот. Как бы цепляется за это состояние и прям не может распрощаться с ним. Потому, уважаемые зрители, на первом месте стоит первое, что человек должен гнать от себя это состояние, которое может вселиться в вас, либо там в человека, и начинать этим человеком манипулировать. Чтобы этого не происходило, первое, что оградите себя чем? Своеобразным, скажем так, защитой, мысленной, молитвенной, как хотите. Но это состояние не должно постигнуть вас. Чем может помочь акупунктура? Если человек уже застигнут, либо частенько попадался в истерических припадках, без диагностики 12 меридианов помочь будет человеку нереально, неразумно. И вообще как-то будет, ну вообще мы не поможете. А вот когда вы проведете диагностику 12 меридианов, тогда уже будет видно, что припадки вызывают, либо вызвали у человека общее воспаление всего организма, и данную точку нужно что? Расслаблять. Либо истерия, либо все различные эти припадки, либо это состояние. Человека обезваживают, человека забирает энергетику, рассеивает энергетику, человек слабым становится, у него нет энергии жизненной, нет потенциала, вследствие чего после этих припадков он еще больше страдает, чем во время припадка. Данную точку нужно что? Активизировать. Это очень просто. Просто, когда у вас есть дома аппликатор Кузнецова, пожалуйста, некоторые люди чувствуют, что начинает нагнетаться состояние, пожалуйста, в данную область выложите аппликатор Кузнецова, что и длительное время пребывать в расслабленном состоянии, дабы что? Снять потенциал негативный, либо обработать данное место в точке, чтобы что? Блокировать все различные, скажем так, истерические проявления в своем организме и в своей тонкой энергии яйцы. Спасибо за внимание.